Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 20 марта, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. На этой неделе мы узнали, что пошлины на масличные могут поднять до 50%, производители минеральных удобрений не хотят снижать на них цены, а Дмитрий Патрушев допустил отказ от госрегулирования рынка зерна. Все подробности сегодня в нашем выпуске. Экспортную пошлину на подсолнечный крабс и сою могут увеличить до 50%. Об этом источник на масложировом рынке рассказал Интерфаксу. По его словам, сейчас рабочая группа по таможенно-тарифному регулированию проткомиссии обсуждает такой вариант. С 1 июля увеличить пошлину до 50%. При этом минимальный сбор должен составлять не менее 320 евро за тонну. Отметим, что сейчас размер пошлины составляет 30%, но не менее 165 евро за тонну. У нас нет оснований не доверять источнику Инфрафакса, тем более, что министр экономического развития Максим Решетников отчасти такие планы подтвердил. По его словам, сейчас в правительстве обсуждаются различные варианты регулирования, как на подсолнечник, так и на подсолнечное масло, и эти меры должны быть приняты в комплексе. Возможно, повышение пошлин коснется и масличного льна, который сейчас не обложен никакими сборами. По словам Максима Решетника, правительство обсуждает 2-3 варианта. Какой из них оно выберет, пока не ясно. С начала этой недели, то есть с 15 марта, в России начали действовать экспортные пошлины на кукурузу и ячмень. То есть теперь при вывозе этих культур за пределы стран Евразийского союза экспортер обязан заплатить государству 25 евро за тонну кукурузы и 10 евро за тонну ячменя. В преддверии действия этих пошлин отгрузки кукурузы и ячменя резко выросли, отмечают в Российском зерновом союзе. Так, например, если в феврале суточные отгрузки кукурузы составляли до 3500 тонн, то теперь с 1 по 10 марта суточные отгрузки выросли до 35000 тонн. То же самое с ячменем. Суточные отгрузки увеличились с 8 до 36 тысяч тонн, отмечает глава департамента аналитики зернового союза Елена Тюрина. Экспорт пшеницы, пошлина на которую была введена и с 1 марта увеличилась до 50 евро, напротив, сильно сократился. Если в январе-феврале мы отгружали где-то по 134 тысячи тонн в сутки, то в первых числах марта экспорт упал до 40 тысяч тонн. Аналитический центр Росагротранс отмечает, что за первые две недели марта, с 1 по 15 число, было отгружено на экспорт всего 315 тысяч тонн, а всего до конца месяца Россия вывезет максимум 950 тысяч тонн. Это, конечно, не сопоставимо с теми объемами, которые шли за рубеж в январе и феврале. Тогда экспорт составил, соответственно, 3 миллиона 370 тысяч тонн и более 4 миллионов тонн. Экспортная цена на российскую пшеницу стала падать. По данным агентства Росагротранс, она опустилась до 277 долларов за тонну. Речь идет о пшенице с протеином 12,5%. Агентство Рефинитив отмечает падение на этой неделе до 273 долларов за тонну. Росагротранс объясняет такое движение цен тем, что наши конкуренты торгуют более дешевой пшеницей. Поэтому спрос на наше зерно понизился. Цены на пшеницу 4 класса, то есть с протеином 12,5% в глубоководных портах опустились на прошлой неделе до 15500-15900 рублей. Без НДС загубочные цены на мелкой воде составляют где-то 14,5-15 тысяч рублей за тонну. Минсельхоз России готов отказаться от госрегулирования цен на зерно, заявил журналистом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Однако для того, чтобы квоты и пошлины были аннулированы, рынку придется стабилизироваться. А пока, по словам Патрушева, Минсельхоз вынужден заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь объем нашего зерна. Аккуратнее относиться к государственному регулированию недели ранее призывал председатель совета директоров группы компании РусАгро Вадим Машкович. Во время конференции с нашим президентом Владимиром Путином он обратил внимание на то, что сельхозпроизводители оказались зажаты в ценовых ножницах. С одной стороны, стоимость производства продукции растет, а с другой стороны, государство не позволяет компенсировать эту инфляцию ростом цен на продукцию аграриев. И сегодня как получается, ведь выросли цены не только на сельхозпродукцию, Владимир Владимирович, цены выросли и на средства защиты растений, и на удобрения. И сегодня сельхозпроизводитель оказался зажат между двух огней. С одной стороны, введены пошлины экспортные, с другой стороны, выросли цены и на удобрения, и на средства защиты, и на ГСМ. И получается, что доходы, которые сегодня получают сельхозпроизводители, резко сужаются. Это сокращает возможности инвестиций в расширение производства, в качество, улучшение плодородия земель. В ответ на это заявление Владимир Путин сказал, что государство не собирается прижимать бизнес какими-то нерыночными методами. Однако, развитие агросектора не должно идти в ущерб нашим гражданам. Президент пообещал, что вопрос будет рассмотрен в правительстве. Производители минеральных удобрений отказались снижать цену на свою продукцию. Все началось с того, что 16 марта правительство России на федеральном портале проектов нормативных актов опубликовало будущий приказ премьера Михаила Мишустина о неких соглашениях между правительством России и производителями минеральных удобрений. Согласно этому документу, производители минеральных удобрений возьмут на себя обязательства по снижению цен на минеральные удобрения и удерживанию этих цен до 1 июля 2021 года. В ответ на это Российская Ассоциация Производителей Удобрений, или сокращенно РАПУ, сообщила, что считает этот документ неэффективным и ненужным. РАПУ указывает, что на внутреннем рынке России удобрения традиционно стоят где-то на 20-30% дешевле, чем на мировом рынке, а это значит, что компании ежегодно опосредованно транслируют в АПК миллиарды своей потенциальной прибыли. Производители также указывают, что в 2019-2020 году цены на минеральные удобрения упали на 40%, и сейчас идет восстановительный рост цен. Однако, все еще минеральные удобрения стоят на нашем рынке дешевле, чем в 2015 году, о чем свидетельствуют данные Росстата. Кроме того, в РАПУ пишут, что стоимость минеральных удобрений не так уж высока, если, конечно, судить о цене на пшеницу. Так, например, в 2019 году затраты на минеральные удобрения составляли примерно 13,5% от средневзвешенной цены на пшеницу, а в начале 2020 года затраты уменьшились до 12% от средневзвешенной цены на пшеницу. По мнению Ассоциации производителей удобрений, соглашения будут иметь дискриминационный характер и не позволят развиваться рынку. Счетная палата России предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года. Напомним, тогда весной в разгар посевной цены на горючее очень сильно взлетели вверх. Это произошло в связи с ростом мировых цен на нефть. Сейчас в России действует механизм так называемого нефтяного демпфера. То есть, когда на мировом рынке цена на горючее становится слишком высокой, то государство из бюджета платит нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали цены на горючее внутри страны. Однако нефтяной демпфер себя изжил, говорят компании, которые производят горючее. Например, они указывают на то, что нефтяной демпфер берет во внимание только оптовые цены поставщиков, но не учитывает, например, маржу посредников. Из-за этого сдерживать цены в ростнице нефтяным компаниям оказывается невыгодно. Отметим, что сейчас в правительстве рассматривают механизм корректировки нефтяного демпфера, однако корректировка будет произведена только с 1 мая. Обратной силы она иметь не будет, а это значит, что в ближайшее время мы можем наблюдать резкий рост цен на горючее. В этом смысле повезло аграриям, которые заранее приготовились к посевной. Юг России начал сеять ранние яровые культуры. По данным Минсельхоза, уже 9 регионов примкнули к весенним работам из северокавказского и южного федерального округов. Засеяно более 150 тысяч гектаров. Погода, можно сказать, аграриям сейчас помогает, идут дожди. И в этом смысле повезло тем, кто успел провести сев до того, как выпали осадки. Интересно, что некоторые аграрии приступили к севу гороха, который считается хладостойкой культурой еще в середине февраля. Видео вы можете на своем экране наблюдать. В целом, в 2021 году посевная площадь зерновых и зернобобовых составит около 80,5 миллиона гектаров. Из них озимыми культурами занято 19 миллионов 400 тысяч гектаров. Озимые культуры в этом году выглядят хуже, чем в прошлом. По данным Минсельхоза, в хорошем и отличном состоянии только 76 процентов озимых посевов. Однако, в ведомстве надеются на улучшение ситуации после того, как в более северных регионах России сойдет снег и будет видно, что же там происходит на полях. Ну а мы, друзья, традиционно просим вас в комментариях рассказывать, как сейчас выглядят ваши озимы, успели ли вы посеять яровые культуры, продолжаете ли сев и на какие культуры сделали ставку, учитывая экономические ограничения, которые вводит наша страна. По традиции закончу выпуск хорошей новостью. Группа ресурс взяла в аренду мощности предприятия «Белая птица», расположенной в Ростовской области. Соглашение было подписано между ресурсом и банком «Траст», который является основным кредитором этого обанкротившегося предприятия. Птицефабрики, о которых идет речь, имели сложную судьбу. Они были возведены еще в 2011 году компанией «Оптифуд». Но из-за сложности с закупкой кормов «Оптифуд» разорился. Несколько лет птицефабрики стояли без дела, работники были уволены. Спасение было найдено правительством Ростовской области в виде хорошего инвестора – компании «Белая птица». Она выращивала цыплят бройлеров и готова была разводить родительское стадо птицы на мощностях, расположенных в Ростовской области. Но, увы, счастье продлилось недолго. В 2017 году Центробанк вел внешнее управление в промсвязь банки, который кредитовал «Белую птицу». Возникли сложности с получением финансов и в 2018 году «Белая птица» стала банкротом. Производство остановилось. Мы, конечно, надеемся, что теперь эти предприятия снова будут наполнены жизнью, люди получат работу, бюджет получат налоги. Габресурс – сильное предприятие. Оно имеет 43 площадки для выращивания цыплят бройлеров в 39 племенных хозяевств, 7 инкубаторов. На мощностях, расположенных в Ростовской области, ресурс собирается выращивать родительское стадо, чтобы обеспечить себя инкубационным яйцом. На этом наш выпуск завершен. Рассказывайте о ваших весенних полевых работах в комментариях, ставьте лайки и оставайтесь с нами.